МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 11 человек выздоровели, 5 летальных исходов. Больше всего диагнозов по-прежнему в Чебоксарах. Сегодня главный пульмонолог Чуваший Петр Павлов и главный терапевт региона Эльза Иванова рассказали о профилактике коронавируса и о том, как отличить эту инфекцию от других заболеваний. Что может быть подозрительным? Первое – это повышение температуры 37,5 градусов и выше. Второе – это один из следующих симптомов. Насморк, боль в горле, мышечные боли. Но одним из более-менее специфичных признаков является нарушение обоняния, то есть нарушение ощущения запахов. При наличии этих симптомов, то есть, повторяюсь, температуры, и одного из этих симптомов или других подозрительных, необычных для вас, конечно, необходимо вызвать врача на дом. Этот коронавирус, он тропен к лимфоцитам и быстро вызывает снижение уровня лимфоцитов в крови, быстрая дисквамация эпители, то есть оголение поверхности дыхательных путей, и после чего активируется вторичная бактериальная флора. Кроме этого, специалисты дали и ряд рекомендаций людям с хроническими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетикам и другим пациентам из группы риска о том, как вести себя во время пандемии. Подробнее в вечернем выпуске новостей. Газоснабжение в Красноармейском, водоснабжение в Валиковском районах, а еще детские спортивные площадки и зоны отдыха на селе. Все это в планах на 2020 год. Финансирование программы комплексного развития сельских территорий увеличат. Сегодня на заседании Кабинета министров одобрили соответствующий законопроект. По уточненному бюджету на развитие сел Чувашии в этом году планируют направить более 946 миллионов рублей. Также поправки внесут и в правила выдачи стимулирующих пособий для аграриев. Они коснутся закупки сельскохозяйственной техники. Исключается требование приобретения сельхозтехники только у производителей или их дилеров, имеющих технические сервисные центры на территории Чувашской республики. Изменения вносятся в целях расширения возможности доступа в Чувашских аграриях торговым площадкам по спецтехнике. Развитие инвестиционного проекта «Сычуань-Чуваши» обсудили в Доме правительства республики. В режиме видеоконференц-связи с китайскими инвесторами обозначили проблемные вопросы. Китайский инвестор «Сычуань-Чуваши» агропромышленная торговая компания планирует построить в республике Агропарк, в который войдут животноводческий комплекс производства по переработке молока и говядины. Цена вопроса 10 миллиардов рублей. Их компания планирует вложить в проект, который уже включен в 70 значимых программ российско-китайского сотрудничества. Понятно, что он реализовывается в развитии договоренностей наших лидеров Владимира Владимировича Путина и Син-Циньпиня. Понятно, что уже много сделано в рамках реализации этого проекта. Но при этом остается достаточно много вопросов, по которым надо нам провести соответствующие консультации и найти некие понимания о взаимных вариантах взаимодействия. Самый проблемный вопрос – место по строительству комплекса до сих пор не найдено. В каждом районе, где китайцам пытаются выделить земельный участок, местное население протестует. Сначала скандал разгорелся в Маргаушском районе, а затем протесты жителей распространились на Чебоксарский район, Чебоксары, Цивильский и Шумерлинский район. Олег Николаев считает, что такая ситуация сложилась из-за отсутствия координации между прежним составом правительства Чувашии и инвесторами. Будем обсуждать, искать варианты. Ну, вот как коллеги из Китая сегодня говорили, если что-то нам не удастся договориться, возможно, они готовы даже свернуть данный проект. Но мы нацелены на то, чтобы именно таким образом организовать работу, как я сказал, обсудить, утвердить и дальше известить население, как это будет происходить. И если население, конечно же, в какой-то части будет против, мы, конечно же, серьезно подумаем, а надо ли нам этим заниматься. На первом этапе инвесторам предоставлено в аренду 5000 гектар сельхозземель в Парецком районе под разведение 4000 голов молочных и 2000 голов мясных пород коров. Есть варианты расширения за счет земель Шумерлинского района. Согласно утвержденным пунктам соглашения, уже должны были возводить животноводческий комплекс на территории Парецкого района. В любом случае осталось еще много вопросов для обсуждения. В Рио главу Чувашии предложил китайской стране после того, как завершится пандемия, перейти в очный формат общения. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Валерий Резюков, Республика. В эти дни нам приходится пересматривать свои планы. Вот и юбилейный парад Победы перенесен. В условиях пандемии любое массовое мероприятие – угроза здоровью. Для шествия бессмертного полка свои просторы открывает интернет. Для этого необходимо записать видео с воспоминаниями о тех, кто воевал за мирное небо над головой, и разместить в социальных сетях под хэштегами «Вместе гордимся» и «Перле Мухтанатпар». Шествие бессмертного полка по социальным сетям обещает стать масштабным. Всего за сутки под хэштегами акции было опубликовано порядка 100 видеороликов. Это главные новости к этому часу. До встречи.